я вам не нужен я специалист совсем другой области каждый день был расписан что сегодня должно быть сделано пункт 1 и 15 фактически на тот момент мне удалось ну как бы переписать историю но только в том случае если этот эксперимент без вас проведен быть не может и алексей наравич все все ну хорошо во первых я хочу сказать ну я учился не на физика и это я считаю очень высокое звание у меня инженерная специальность но у нас в основном а я это экспериментальный институт и лабораторий экспериментально поэтому кроме физиков очень много людей которые называют так называемый методик то есть вокруг эксперимента создаются приборы оборудования получаешь ускоритель или реактора это самое крупное что вот и это все крайне необходимо тем же физиком которые ставят какие-то физики задачи они их не могут решить без соответствующего инструментария я учился в ленинградском холодильном институте который даже когда-то у аркадия райкина в какой-то его миниатюре был описан что у меня сегодня холодильный институт с лекциями вот такой лектор который но не знает где он говорит вот это холодильный институт и и специальность у меня была такая называется глубокое охлаждение и криогенная техника ну вот криогенная техника она сейчас вот везде широко у нас даже ускоритель криогенный но и вот после по аварии которая была в церне а там сверхпроводящий ускоритель тоже состоит из сверхпроводящих магнитных секций там же произошла большая авария у больно была большая утечка гелия это долго обсуждали и как-то вдруг заговорили о криогенной техники вот у нас частника это криогенный ускорить мы работаем тоже сейчас с нашими коллегами в более вперед немножко забегаю в маньце там создается тоже криогенный ускоритель электронов поляризованных электронов пожалуйста это это во всем но поэтому криогеника она везде 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 применяется но мы занимаемся не просто криогеники а мы занимаемся получением сверхнизких температур их используем в экспериментальной физики вот я пришел вот ну скоро будет 49 лет как пришел сюда мой я более того у меня было две практики вы ее от института посылали сначала это была практика такая как бы технологическая работал в наши жители жидкого а потом у меня была дипломная практика вот в секторе сверхнизких температур у бориса степановича него вот с этого как бы сказать можно и начать я хотел бы исторически рассказать потому что это длительный процесс и я бы сказал так что совершенно неожиданно в ляп появилась такая как бы сказать такое достижение сверхнизких температур когда я вот я вам говорю было у меня две было практики сначала в криогенном отделе ну и там я услышал вот право сверхнизкие температуры естественно как криогенщик у меня хотелось работать ну на самом-самом таком вот этот как микроэлектроника есть а есть сильно точная электроника под самые самые низкие температуры где вот у него я пришел познакомился он сказал вот приезжай у тебя же будет там диплом вот будешь писать у вас диплом вот написал я диплом и он мне сказал ты мне понравился на самом деле диплома там было очень немного мы уже начали создавать экспериментальную установку лабораторную не для ускорителя а для собственных лабораторных исследований и ему понравилось как я работаю он не сделал предложение ты вот хочешь работать у нас я глюда я хочу мне интересно но вот такое такая такое направление которое во первых научно а во вторых она самая-самая вот такое сверх 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 потом еще и молод был тогда относительно вот я говорю а как вот с распределение вот то что вы говорите он говорит не беспокойся распределяйте куда тебя распределять куда хочешь а приедешь сюда мы дадим тебе документ а то и я и и тебя это самое мы возьмем это был среднем аж тогда относился у меня спокойно распределялся хотя у меня были очень хорошие баллы я мог бы распределиться очень хорошо и там и зарплата была во многих местах то зачем вот я приехал и от медали в отделе кадров нашим а я искал бумагу я поехал среднем аж и вдруг мы там говорят у меня уже был положено и ребенок это понимаете это немножко уже другая степень ответственности да и мне в среднем аж и горит да хорошо все мы вас возьмем но вы должны привести нам бумагу то то место куда вы распределились от вас отказывается это же совсем другой калинкор но я тогда был молодой я думал уж уж я же в это министерство соответствующее скажу это я месяц ездил медали тут общежитие вот на маковой тогда было общежитие я каждый день ездил я не говорю про деньги конечно ездил вот в это министерство а в месяц и было просто у вас еще ты не хочет принять принимать там же проходная там же охрана что такое и только через месяц я догадался начать ругать себя я стал все-таки я уже был записан даже к министру это министр химического мыши на мыши на стране был с болгарской фамилии сейчас я точно не могу вспомнить но неважно тоже потому что либо и болгарина короче меня принял какой-то начальник департамента и я ему стал ругать себе я сказал я вам не нужен я специалист совсем в другой области я не просто креогенщик я занимался верхнейскими температурами у вас же там не будет сверхнейских температурам нет нет не будет одно зачем вам такой ну вы знаете мы не выполнили план по молодым спину там кто-то когда-то не выпал план я за это отвечаю бред так я и этот план вам и пришлось такого специалиста и вас будут только ругать в общем через месяц до меня дошло что надо делать и медали справку что они от меня категорически отказываются и вот тогда в среднем аж среднем аж меня и все а дальше но обычно это как сказать судьба молодых специалистов стажер стажер обычно стажер это два года минимальной зарплатой но я говорил у меня уже был ребенок у меня была жена но естественно никакого жилья ничего нет правда так удалось так сложились обстоятельства уже через восемь месяцев меня приняли штат так сложились обстоятельства ну и работали мы очень хорошо 15 августа 73 года я стал стажером вот так понимаете 49 лет я видел всех ничего я видел и работал со всеми директорами даже работал я могу сказать потому что так получилось что я уже был ну как бы сказать при конце работы Вендика Петровича я был заместитель начальника отдела и поэтому вольно или невольно я не то что был вхож а просто тогда вызывали начальников всех с ними говорили и было так называемым директорское еще совещание а директорское совещание означало не совещание самой дирекции но вот как так директор два его заместителя заместителя заместитель еще иностранец но может быть кто-нибудь там помощник главный бухгалтер нет вот и отделы собирались и это было то что объединяет лаборатории потому что в лаборатории то не только научный отдел это мастерские это кб это электротехнологический отдел ускорительный отдел и так далее вот поэтому я у меня есть мнение буквально о всех директорах которые были дальше еще плотнее было уже потом что я могу сказать вот о Вендика Петрович вот он для вас как памятник для меня он как живой человек более того я был предпоследний человек которому он говорил перед своим отъездом в Москву откуда не вернулся я у него был на своей диссертации я ее написал поздно у нас очень трудно даются работы чтобы создать вот такую установку а на основании такой установки мы обычно пишем работу надо ее создать надо чтоб она как бы сказать заработала на пучке и надо чтоб на этой установке она сама была опубликована и на ней были сделаны какие-то физические работы которые демонстрируют того что то что эта установка работоспособна вот так получилось что он со мной говорил написал мне разные замечания в мой текст и вот к сожалению он он поехал как бы сказать на операцию глаз в Москву казалось бы такая вот этот и вот и он говорят уже машина даже за ним была вызвана и он умер но что я хочу сказать не об этом вот я хочу сказать что я под до меня потом только дошло вот это качество работы его ну во первых это поколение людей для них работа это было главное в жизни в принципе вот просто они и конфликта они были разные конфликтовали все они конфликтовали о работе только и там были неуступчивы жестокие и очень работоспособны так вот я хочу вам сказать такой факт который может оказаться интересным для всех я уже говорил что я был для него как представитель того направления которое в чехии делалось экспериментальный направление что это такое там стоит маленький ускоритель и вандеграф на 15 мая ну такой такой совершенно чуть ли не лабораторный но мы туда привезли установку поляризованной мишей из этого ускорителя выходит конечном итоге пучок поляризованных нейтронов а мы оставили мишень поляризованных протонов на такое мишень это большая установка с насосами это просто их не так много вообще в мире пара десятка на этот счет и они очень это ценили потому что с того момента когда мы привезли эту установку экспериментально на этом маленьком буквально лабораторным ускорителе стало возможным проводить настоящие физические эксперименты вообще мирового уровня более того программу для этих для этих экспериментов эту научную программу предложил человек который как бы убежал 58 году вы знаете какие были события убежал женой из чешской социалистической чешко-слованской социалистической республики во францию это франции шаклигар о нем я потом буду говорить этот человек он работал и у нас в ляп работал в секторе юрия михалыча казаринова лауреата сталинской премии члена ваг понимаете это и не члена партии вы представляете он руководил громадным отделом примерно 150 человек и был не членом партии что было тогда чрезвычайно редко и вот он и его работу и вот он встретился с одним из чешских физиков во франции и сказал ему а вот можно бы сделать на этом самом как ее на этом вандеграфе какую-то программу но вам конечно нужно поляризованной мишей вот поговорите с этими людьми в дубне я знаю их если они согласятся и вот мы стали делать вот мишель вот для от них ну я сейчас это я чуть-чуть вперед забежал вот про винита петровича я для него стал как бы но человеком который отвечает за пражские дела и я сам жил на у на улице жалю кири и он жил вот последний коттедж около нашего д.к. мир если идти отсюда то справа там он жил жена у него по моему желаю в этом в москве он жил в лаборатории и вот если мы с ним встречались он всегда начинал задавать вопросы по праге но не это главное главное другое я неожиданно заметил тот мы с ним прощались на какой-то фразе на каких-то делах и он шел ну вот к себе кабинет вот главный корпус ляп ну хорошо вот мы встречаемся через два-три дня ну по этой все дорожки вот по этой дорожке которая как бы продолжение улицы жалю кири прямо вот через площадку и он начинал разговор того на чем оборвалась прошлый раз наша беседа я сначала не обращал внимания такого на это и потом меня вдруг как пронизило я понимаю что у него таких людей с которыми он о чем-то там ноут уже узнавать должен про это направлен про это этих направлений в ляп а ляп это универсальная лаборатория вы знаете самая универсальная лаборатория мой я тут есть все от этих биологов до теоретика просто все не буду говорить фразу каждой твари по паре но много так вот он помнил о чем он говорил прошлый раз каждый раз это было такого директора вот такого директора по данным вот это же то данные человека уже они и либо есть либо их нет вы можете защитить докторскую диссертацию можете стать член хором академиком если у вас этого нет то этого нет вот у него это было это одна часть вторая часть я уже проработал года два наверное а мы наш сектор был сектор не было вот то что называется старая столовая вот такая одна желтая одноэтажное здание в конце вот где торец 113 здание и вот мастерские вот ну я как молодой меня всегда нагружали там еще моей семьи не было здесь мне некуда было ее привести вот и я как-то работаю часов десять вечера танцы я потом все удаляюсь расскажу вам друг заходит виндик петрович а я занимаюсь ну что у нас работа такая это же это не только креогенная это вакуумная техника всегда параллельно и вот я занимаюсь тем что какой-то там гелевый бачок я его делаю вакуумные испытания есть и через капелям все и вот он заходит я просто не могу найтись что сказать а он начинает задавать вопрос так ну и чем вы тут занимаетесь вот так пока я говорю уже не который вот я тут и мне я не могу понять на каком уровне ему объяснять потому что говорит что я вот сейчас запаял серебром эти швы и вот сейчас испытываю мне показалось это как-то низко для член кора и вот и дважды кстати лаурето сталинской премии это отдельная история это не все знают по моему ведь в свое время наш ляповский ускоритель его запустили к дню рождения сталина вот не только это главное всегда говорят вот в дню рождения стали а говорить надо другого то после войны это какой-то сейчас я боюсь ошибиться 51 год наверно будет продирать и ну да да вот но это был по энергии самый высокоэнергичный ускоритель в мире понимаете что это такое вот так вот там примерно полом 10 человек вот этих они получили сталинский премии а потом на этом на этом ускоритель была сделана первая физическая работа и другие 10 человек получили уже как физики танки премии но есть два человека который участвовали там и там это мещеряков и джелепов вот а вот мои руководители вот никогда в борис степанович и казаринов юрий михалыч они стали в этом как бы сказать коллективе авторов физиков вот первая физическая работа этому сказать более того я потом смотрел разные вещи мещеряков делал где-то в москве в академии наук доклад по этой работе рим докладчиком был по этой работе не данных вот что характер то есть это показывает что вот какой уровень был так что вот вот правильника петровича я думаю я сказал это главное это чрезвычайно важный аргумент но сейчас сейчас я могу сказать так я не могу представить что если я здесь буду до 10 работать кто-нибудь проявит интерес а мне потом сказали то винтик петрович просто ходил вот вот лабораторный занялась и вы знаете как и он если где-то горит вечером он ходил кто ж там чем занимает вы понимаете только вот с чувством того что это вот твоя лаборатория и с большим интересом ко всему что там происходит так можно себя вести вот он именно так тебя это про виндикта петрович у него было долгое время два заместителя лапидус лев иосифович теоретик известный теоретик к сожалению нас покинул очень рано я так насколько знают какая-то врачебная ошибка была ему в кололи то что нельзя было скалывать а второй алексей алексеевич тяпкин вот мемориальная доска которая на 113 корпусе висит они по-своему дополняли друг друга то есть лев иосифович лапидус он просто держал он отвечал за семинар лабораторные это было наивысший уровень семинара был во время такого не дать ну потому что человек обладал вот физическими теоретическими знаниями кругозором исключительно то есть это был такой человек более того и ложь но в конце буквально жизненного пути взяли и сняли замдиректора по простой причине кажется его племянник где-то живущие вообще не здесь а в латвии в риге взял и уехал в израиль его взяли и сняли такого человека это было было то есть глупости было достаточно это глупость вот и он он что характерно решил начать действовать уже будучи просто ну как будем говорить там главным научным сотрудникам он взял и сделал конференцию научные но какую популяризон объявлений международную конференцию именно по спиновой физики и он я вот был ну кто я был простой инженер вдруг подходит у меня начинает эту как его пуговицу как-то говорится перебить какие были люди я просто удивляюсь и он говорит юрий андреевич он меня называет юрий андреевич вы представляете как вы думаете вот вы знаете такой то пионинниковский есть по мишеням специалист я говорю знаю это кажется номер один в мире он в цернии он создал мишень у нас уже тоже была создана мишень а вы знаете что борис степаныч не рекомендует его приглашать а он именно он лев иосифич приглашал вот какой-то спектр гостей туда евро почему а он говорит что он антисоветчик такого антисоветчика как борис степанович было поискать но это неважно тогда многие этим увлекали да вот я говорю я не знаю конечно об этой стороне его жизни и характера но как специалист это исключительное явление и я думаю нам было бы полезно в любом случае но я так потом понял что борис степанович не хотел чтобы какой-то крупный специалист тоже по мишени там был второй человек топьё слово было последний вот это по по льву иосифовича более того там я однажды с ним ездил и мы оказались в праге ним еще второй лев был ну ладно не буду про всех вот и он мне многое рассказал он уже был вот не замдиректора мог все говорить он рассказывал о своей там командировки и поездки его семинария в институте мельсобора и вот как и там его принимали как это и как это такое впечатление было много интересного рассказал вы действительно тоже человек был очень на своем месте линдик петрович очень хорошо фактически распределил роли и они друг друга дополняли ну алексей алексеевич он конечно был не простой товарищи тяпкин я говорю но конечно был ярким человек это вот про это то что я могу сказать про остальных директоров как-то я уже так не хочу говорить просто таких качеств у них нет но с виндиками петрович вообще мало кого можно поставить тут много всего конечно тут много всего но во первых первую поляризованную мишень вот мы создали она уже работала на нашем ускорителе в семьдесят пятом году это вообще удивительно по тем временам было все во первых быстро потом выяснил что это первое в мире мишень и что же мы сделали мишень уже работает на ускорителе уже даже по моему первая публикация физическая было а мишень опубликован приоритетная методическая разработка вот прибора эксперимента не опубликовано задумали сделать большую публикацию из двух толстых припринтов припринтов припринт на русском языке сейчас я так даже не представляю как так можно делать во первых если вы на русском языке что-то публикуете вы понимаете что это никуда не пойдет дальше советского союза вот так вот тогда записать во вторых все о том уже сказали не дело же простое у нас есть например жертв и письма в жертв письма в жертв это одна страница на английском языке вы самые главные параметры и самое написали страничка да и туда все у вас навсегда приоритет все ваше осталось первым или там не знаю каким неважно вот мы этого не сделали целый год писали вот это двухтомник на русском языке спорили это все так конечно правда но настолько наивно вот сейчас смотрится но это был вот тем не менее я хочу сказать тут есть последствия я участвовал в одной в одной профессиональной конференции в бог уме вот это есть такая pstp это одиннадцатый год это в санкт-петербурге было а такая же была пятнадцатом году в бог уме это германия и там я столкнулся с одним американцем но у меня был мой доклад он меня схватил и когда конца мой этот самый доклад утащила мы с ним два часа говорили потому что он сам тоже руководитель группа поляризованных мишень такой есть институт или центр все баб ну и вот мы с ним так кстати говорили говорили он все убеждался я ему все рассказал показал документы показал даже на русском языке при принты и он что было характерно следующего такой после 15 года помню в семнадцатом году был в штатах и он был руководителем вот такого это самое такой конференции и вот его главный доклад был в том что он нас поставил на первое место перед церном фактически на тот момент мне удалось ну как бы переписать истории нас никто не ставил на первое место перед церном или даже вместе потому что наша публикация они были обе всеми шестом году наше публикации было на русском языке и это все говорили но вы сами виноваты вы опубликовали это на русском языке который но как бы с этим им не молодею международный язык ну это английский а тут тут удалось короче вот что я хочу сказать сначала вот этот это был сектор сверхнизких температур под руководством борис степановича неган а вот он как бы сказать это было и один из ближайших сотрудников того же джилепова это те люди которые были первыми вот и там человек 10 физиков вот они были первыми во всем но правда мещеряков стал директором лита и в долгое время был из-за чего-то отставлено все это другой вопрос но они все равно они были вот эти первые и основные люди получилось так где-то шестьдесят четвертом по моему году была сделана первая динамическая поляризованная мишень и сделали четыре человека вот мущика владислав лаванович юрий таран это два человека из нейтронки и два человека из ляпок ягод борис степановки парфенов лев борис короче они сделали эту поляризованную мишень но динамическое это не со сверхнизких температурами это один кель как этот один кель он получается заливается жидкий гелий креостат и насосы откачивает этот жидкий гель и жидкий гель который при атмосферном давлении дает когда испаряется 4,2 кельвина тут он дает около одного кель и вот при этом одном кель идет динамическая накачка поляризации веществ и потом эту сквозь эту поляризованную мишень пропускается поляризованный или не поляризованный пучок об этом весь эксперимент вообще говорят что односпиновый эксперимент двуспиновый 1 спина это когда либо пучок либо мишень поляризованный а если то и другое полицию это двуспиновая система и она самая сложная вот в этой экспериментальной физики нового физики говорят что это и самая информативная постановка короче была вот такая динамическая поляризованная мишень это означало что уже люди знали как работать жидким гелем это значит что люди знали как измерять поляризацию в этой мишени это значит что люди знали уже с в ч технику которая облучает вот этот это вещество получается поляризация ядер так вот по моему вот я там шестьдесят пятом году в руки неганова попала теоретическая публикация о возможности получать сверхнизкие температуры это знаменитая работа расскажу авторы лондон кларк мендоза но это было как бы предположение теоретиков знаете у теоретиков много разных предположений много разных картин видения и они с легкостью от них отказываются экспериментаторы не могут так легко отказаться потому что они годы работает над тем чтобы поставить эксперимент вот такие дела и вот эта работа попала в руки не гну как мне сказал парфенов потом уже который уехал портфенов лев борис он сказал борис то есть борис степанова в это не верил но это действительно это было трудно поверить но он попытался это реализовать вот на тот момент к нему книга ну вот этот сектор пришло два студента ну так сказать еще студенты борисов николай сергеевич два студента мгу вот это это важно борисом николай сергеевич и либург марсель юзович и в этот момент вот в секторе был такой креостатик гелия 3 но это то же самое как как я сказал гелий 4 только откачивается гелий 3 получается три десяток гелий ну и все а вот там было как бы сказать то что было предложено там надо было сделать еще несколько устройств которые превращали бы этот креостат гелия 3 в рефрижератор оттворения гелий 3 гелий 4 и там предполагалось что будут получены очень низкие температуры и вот этих двоих студентов которых не жалко да можно так сказать борис степанович бросил на эту работу ну и вот борисов он оказался таким рукастым человеком у него видимо такое было но как бы сказать воспитание да он из нижнего тагила вот либург он из крыма но это тоже неважно они оба жили где-то буквально соседних комнатах в мгл то время вот но борисов оказал такой рукасты и там много слесарной работы паяльной всякой это тоже это исключительно важно конечном итоге теория оказалась очень хороший они сделали рефрижератор стали работать над этим но самое интересное было другое нечем было измерять эту температуру это же какая температура мели келлина это вы знаете вы нигде таких термометров на тот момент не купите более того мы тогда работали это вот все люди которые в то время никакого интернет те кто работал знать никакого интернета не было и какой информации такой не было когда можно тут вот на клавиатуре куда угодно зайти да и вот в это время в царме работали тоже никакой информации нет фактически вот эти две группы церни и вот здесь надо рефрижератор работали вот ничего не получилось но потом нашли какой-то так называемый термометр михайлова это углерод такая пластиночка которая помещаешь как бы сайт низкую температуру и она увеличивает значение сопротивление по мере понижения температур определенным образом мы вот год насколько я знаю ушел на то чтобы померить эту температуру год то есть они даже по моему делали это быстрее сделали это быстрее более того так как эта публикация в этот теоретическое она была везде то есть получила получается так что еще две группы делали такие же попытки но у них совсем другие были результаты они совсем недалеко ушли от той температуры который дает чистый гелитритом 0 2 кельвина или 200 миллики на другой еще что-то такое а у этих сразу 50 миллики рывок и когда это все опубликовалось стало все я но еще год работали и достигли ну старается получить самую-самую низкую температуру вот такая как-то рекордомания пошла и рекорд получился они получили пять с половиной милликель на это была самая низкая температура достигнутая человечеством все-все-все-все все вот на доске на входе там есть world record 5.5 это вот здесь потому что мы преемники этого всего так вот это конечно была знаменитая работа и эта работа вошла во все справочники мира это все в вот я ведь это не кариогенные организации но так получилось что здесь это все вот ну как бы сказать прижилось будем так говорить дальше была какая-то мировая конференция примерно через год через два здесь вой вой я и и там в своем докладе борис степан сказал что вообще говоря возможно создание замороженной поляризованной мишени где будет не один кельвин а мили кельна и там время релаксации поляризации будет значительно большим а значит можно не заниматься постоянной поддерживание этой поляризации просто его оставить она так живет он эту идею вот высказал она там прописано записано и сейчас вот могу сказать что вот когда я пришел на работу это был 73 году как я сказал 15 августа где-то мы дадим до декабря делали лабораторную установку вот получение сердечных температур и где-то в декабре пришел казаринов который представлял физика которые хотят на пучке что-то иметь поляризованную мишень он сказал я с решение дирекции хватит вам работать над себя вы работали на себя только несколько месяцев больше не позволили вы должны у нас физический институт вы должны сделать поляризованную мишень мы начали делать повезем мишень и делали я хочу сказать вот немножко отвлечься когда я пришел вот этот сектор я вдруг увидел что режим работы этого сектора очень серьезный я вам могу сказать вы сейчас ужаснетесь каждый день мы работали и нас отпускали на ужин 6 от 6 до 7 часов я кстати на жоли кюри жил мне было достаточно близко вот потом приходили и работали часов до 10 до 11 еще субботу тоже работали правда только до 18 был один выходной воскресенье и так все время то есть вот как работали каждый день был расписан что сегодня должно быть сделано пункт 1 15 вот так железно поэтому когда я сейчас я должен тут сказать может не очень приятные вещи когда я сейчас вижу как людей как бы стать при помощи электронный проходной заставить лучше работать чтобы они приходили такое-то и раньше не уходили еще как это все далеко от сути дел должен работать принцип что люди этого хотят и люди это должны тогда никакие электронные проходные никакой учет ничего не нужно но вот как насчет учета например да вот все кто работал тогда знают что были так называемые шайбы вот шайбы вот такое такой ящичек и в нем у вас номер триста семьдесят пять например и это там открытый ящичек вы переворачиваете свою свою шайбочку и все там видно что вы это какое пришли и так все мы должны прийти 8 45 в 9 часов примерно вот это все ящички закрываются записывается и кто не пришел тебя вот это до учете вы тоже не представляете это и ну как бы сказать все видно потом какие-то докладные но если человек болеет ну человек болеет ясно причем но есть которые не болели и не пришли 9 не пришли понимаете не эти вот у меня был случай такой что я не пришел в 9 я опоздал на целых семь минут сейчас вам будет смешно но оказалось просто вот мы тут жили тоже нажали кири мы шли на работу жена сломала каблук я ее довел обратно домой она поменяла обувь мы пришли но я вот это как бы сказать опоздал на 7 минут в результате пришла докладная кстати у виндика петровича был такой очень интересный человек николай тимофеевич грехов это бывший лейтенант который кгб который охранял итальянского физика брона максинич панте корова потом он стал заместителем по хостчасти вот в это винита петровича вот короче вот он прислал бумагу борис степановичу где вот написано докладная ваш сотрудник такой-то опоздал на 7 минут нет сейчас это представить трудно но я и хочу чтобы вам было интересно да вызывает меня борис степанович говорит ты на целых 7 минут опоздал что мы будем с тобой делать я говорю ну я опоздал я объяснил почему опоздал да 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 слушай погоди а ты ж у нас из научных сотрудников инженеров единственный кто остался на этом на табельном учете а ходишь ты как раз в отличие от них всегда вовремя я говорю ну вам лучше знать борис степанович не 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 мы тебе и сразу снять табельный учет вот так получилось что опоздание на 7 минут лишило меня вот этого табельного учета но такая дисциплина была но главное что был вот такой как бы сказать это главная атмосфера работы очень серьезно очень я говорю на каждый день план что делается за ним каждый и вот они это плюсики плюсики плюс и так командами работали поэтому вот первую мишень сделали достаточно быстро и и долго ее публиковали никто и не думал о приоритетах такого как бы даже не было себя чувствовали совершенно но сильными и гордыми и не знаю как а вот потом вдруг стало это учить правда мне я говорю но это редкий случай я потом его встретил вот город феррара там была спин 20-18 я 7-3 раз рассказал ты джентльмен он говорит что такое я говорю ты не просто поговорил но ты сделал некие выводы и это он но правда я его подкупил совсем другим ему очень понравился наш тот разговор а разговор был такой мне начал жаловаться вот как все люди которые много работают но им тяжело потому что ответственность большая и он сказал что вот в нашем большом корпусе есть несколько пучковых каналов и на нескольких из них стоят поляризованные мишени и говорит иногда получается так то я должен одновременно или наша группа вот так не я мы должны одновременно работать и когда это совпадает это очень трудно а я ему сказал его зовут кейт агрикает я понимаю твои проблемы но у нас тоже несколько поляризованных мишеней как ты знаешь в гатчине протвино в праге и они тоже иногда работают вместе но они в разных странах и на разных ускорителях пучка ему это так понравилось то его положение не самое худшее но и так вот и он это проникся и вот взял и это написал это вот есть этот доклад я как бы стать сыну борис степанович у нас кстати в секторе работает александр борисович негана вот он был тронут очень что отца так вот вот такие дела это вот с этим ну и вот после первой мишени очень быстро очень быстро семьдесят восьмом году мы завершили работу по второй поляризованных мишеней для и фв протвино она до сих пор работает кстати и гатчинская до сих пор работает но не гатчинская она вот здесь работала на нашему скалителю а потом она была перевезена в гатчину и там работали но там в гатчине свою группу организовали которые ее эксплуатируют грамотные хорошие люди а вот в протвино так не удалось не удалось мы туда до сих пор ездим это непростая непростое дело но вот она тоже как бы сказать работает до сих пор нас семьдесят восьмого года вы представляете работа идет до сих пор но сейчас правда так сказать это редко бывает сеанс в два года например но тем не менее мы уже стали как родные за столько лет сколько людей уже похоронили сколько людей поднялось диссертации там опубликованы не знаю сколько вот такие дела это с этим ну и потом вот как я говорил вот этот благодаря франчишку лигару было сделано предложение на предложение было сделано как казарин вот сделать эксперимент в Праге на этом ускорителе вендеграф маленьком ну и начались эти работы но это была отдельная история потому что это было советское время нас заставили повезти в Прагу что это такое в Прагу везти все оборудование к сроку какому-то кто-то там где-то договорил а не все было готово а потом начались простые будни я могу сказать так что это тоже вот как бы советские особенные когда вы могли выехать только один раз это как ее за границу на месяц например на весь ляп давалось таких выездов 26 или 28 из них мы занимали каждый раз 6 предположим нас все очень не любили но получилось так что туда надо ехать и работать но если вы понимаете вы туда приезжаете вы через год вспоминаете что вы делали год назад вписываете потом две недели работаете потом последнюю неделю вы начинаете собираться то есть это надолго надолго-надолго затянулось но в девяносто четвертом году была опубликована публикация в нем нуклея нуклея инструменты метод о нашей совместной публикации помнишь но потом пошла физическая работа это Прага да дальше наш краснознаменный коллектив тоже пришло предложение кстати тоже вот от лигара перевести вои-яи на пучок нуклатрона поляризованной мишень которая была фермеладе использовал но она была не просто использовалась она была создана смешанным коллективом американцев из аргонской лаборатории и французскими коллегами из сакле ну короче олигарда говорился что это все приедет из ами из соединенных штатов из франции к нам а мы здесь должны эту мишень собрать и использовать на наполизованных пучках но флатрона но это не просто так собрать там была подана заявка на грант такая интас что такое интас это европейское общество повод по этим самым или комитет европейский по проведению исследований короче мы где-то в декабре девяносто третьего года узнали что мы вывлекали грант сейчас это даже смешно грант такой шестьдесят тысяч экю тогда еще не было евро и не во франках была общая валюта экю европейская и вот нам дали эти шестьдесят тысяч казалось бы ну смех что такое ну это 60 тысяч евро или долларов что за них можно сделать сейчас да но тогда где-то в девяносто первом или девяносто втором году я был замначальника отдела переводе на валюту моя зарплата рублей было восемь долларов мы выиграли этот конкурс и было два руководителя один от европейского ну будем говорить комьюнити да такой жильдерон из цакле это очень непростой человек чемпион мира по каким-то гонкам на катерах да очень и богатый человек он наследник там большого леса и этих самых каких-то угодий фонтанбло в общем говорить даже нечего он приехал сюда и вот мы где-то там в мае получили все вот большой морской контейнер он сейчас стоит вот на торце этого 113 корпуса и большой ящик деревянный по самолету это это от француза вот ну и началась работа это представить даже трудно что было это было так то если я ставил человеку там доллары все перевели 20 долларов зарплата это было его две зарплаты это я как пример месячный люди работали вы не представляете как из крыши из глаз было много проблем было много всего но 14 декабря конец этого гранта был 15 декабря 14 декабря установка была здесь запущена как раз в зале 113 корпуса там столько всего было проблемного она вся текла эта установка там они ее когда паковали отрезали трубки не так в общем все было сделано и она грубо говоря в лабораторных условиях была запущена тут же доложил этот жиль туда в этот самый это брасон то есть бруссель где это все ну и сейчас там все доложил был большой банкет в дмс чего только там не было но это был большой успех более того по сисокян и кадышевский которые посетили установку вот как мы ее запустили там много было еще вокруг них людей там это неважно они им очень понравилось и сисокян сказал юра ты все очень хорошо объясняешь давай сделаем так надо сделать публикацию таран курьер но тогда было не так много у нас этих достижений было действительно тяжелое смутное время безденежное вот я говорю хорошо ну и действительно есть такая публикация да в девяносто пятом году вот я ее храню вот это было одно на другой год это уже было 14 декабря на другой год невозможно было получить грант и это можно было получить только через год правила этого фонда были таковы но мы получили мы получили второй грант но уже на реализацию физической программы в ЛВР на нуклатроне и это было сделано ну тут у меня понимаете времени не хватит столько всего было я скажу вам только одно что когда все было сделано Владимир Георгиевич Кадышевский Алексей Наравич из океан привезли сюда полномочного представителя России вице-премьера Талтыкова Бориса Георгиевича как говорили злые языки Талтыков был в двух местах на вашей установке и в ресторане больше он нигде не был ну и что интересно я хочу сказать это было вообще начал говорить академик Балдин но он неосторожно сказал такую фразу она интернациональная что сверхнизкая температура получена методом адиабатического размагничивания это правда такое есть но не в данном случае а Жиль он уже научился немножко русскому ну и потом эта фраза он аж беленился я не мог бы ничего академику сказать а Жиль конечно мог он сказал это неправда и тогда Светлана сказал Юра давай ты доклад и я говорил как потом выяснилось примерно 8 минут без всякой подготовки и закончил когда я заканчивал фразы они от меня не ожидали этого я сказал вот видите Борис Георгиевич сколько всего можно сделать за относительно маленьких я вас прошу помочь нашей дирекции с бюджетом и вы увидите сколько всего можно получить интересного потому что у нас институт универсальный и Алексей Нарайович все все Юра все чтоб я ничего не испортил на таком они не ожидали что простой вот этот ну действительно простой вот скажет такие нужные для них слова самые нужные ну вот они в ресторане видимо из него выдавливали там наполнение бюджета я так понимаю потом было несколько сеансов а потом как то все умерло ну как бы сказать там печальная судьба была там люди которые как бы занимались физики они ну в возрасте были умирали это печально но это так и это долго установка стояла последний раз она запускалась в 2002 или 2003 году то есть ну практически 20 лет вот а сейчас оживать будет но видимо многое придется переделывать потому что оно старое не такое но хорошо то что сейчас планируется вот этот эксперимент на науклуатрование это очень хорошо тем более что видите что происходит там во многом люди которые на компасе в церне работали вот сейчас церна начинает оттуда тех выгонять ну с российским гражданством естественно а не с казахстанским или узбеком но это так поэтому вот наверное во многом это люди будут которые из церна в которой церне работали в полиционном эксперименте в компасе будут работать вот в 2002 году в городе был объявлен тогда инновации слово инновация было притягательно был объявлен инновационный конкурс на проекты ну и вот как раз из нашего коллектива вместе с людьми из лфв был подан проект я скажу медицинке томограф на поляризованных газах что это такое это человек вдыхает поляризованный газ у него снимается как бы сказать в это время ябр картинка и это очень прекрасная ранняя диагностика заболевания легких там в основном это поляризованный газ используется гелий 3 как раз то что у нас и вот был конкурс идея это из сотрудника нашего сектора Юрий Андреевич Плис у нас два Юрия Андреевича но он старше меня правда на 10 лет это его идея еще Виктор Васильевич Фимушкин со стороны ЛФВ вот они подали подготовили этот проект участвовали конкурс проходил на Тензоре там было примерно 15 подано проектов из них 11 городская комиссия утвердила в том числе наш но наш был самый продолжительный самый серьезный но томограф это томограф это понятно и самый дорогой то есть первоначально мы запросили 30 миллионов рублей на тот момент по курсу это было примерно миллион долларов и 4 года работы мы начали работать мы год работали то сделала городская власть еще она начала городская власть начала с того да это было за деньги которые отдельно область выделяла на инновационные проекты всем вот там разным районам городским образованием то есть это были деньги не из бюджета города вы понимаете у них глаза разгорелись там эти деньги были почти как бюджет города второй бюджет но они провели конкурс сделали и год наверно думали что с этим делать к нам был представлен один человек который за нами как бы следил раз в неделю раз в неделю он устраивал совещание мы к ним ездили и докладывали что сделано за отчетный период это вообще фантастика конечно на самом деле как я потом понял они просто искали минусы недоработки ну и в общем как бы сказать это не только с нами но наш был самый большой самый дорогой во первых они начали с того что они предложили было два руководителя вот как раз Плис и Фимушкин а я был такой заместитель по общим вопросам по административным и вдруг им сделали предложение без меня давайте так хорошо мы вас это учитываем что вы выиграли но давайте так проект будет сделан за двое меньшей суммы за 15 миллионов они ко мне пришли с этим понурые надо соглашаться надо то я говорю знаете что ребята если разговор идет о том за сколько денег делать значит решение принято проект принят но если вы возьмете сделать за меньшую сумму я уже выхожу из этого это бесполезно потому что там должны не только мы делать а там надо было делать рамы вот эти самые вот которые вы представляете что такое там какие-то крест не кресла а вот такие лежаночки которые заезжают это специальные институты есть потом мы с ними связались это называется институт медтехника в Москве все это так там много всего я уж не говорю там магнитные поля должны быть все так однородные магнитные поля вот ну и как бы сказать мы дали ответ чемберлену сказали что либо так либо никак они уже нас не могли вычеркнуть ну естественно мы уже выиграли конкурс они просто минимизировали свои расходы ну они эти все эти деньги считали как свои и переживали за них как за свои вот ну и потом началась вот такая работа под присмотром этого человека но что интересно вот первый год он был посвящен всяким расчетам разработкам установление связи со всеми совершенно непрофильными нам вот этими как медтехника этими институтами мы даже вот собрались было большое собрание у нас такое общее что в конце этого года годового срока в это самое в ДМС все хорошо прошло все люди хотели сделать но и главное вот как бы сказать где тут а ну да вот 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 тут главное там главный академик по легким наш вот он как раз тут участвовал с Голиковой и с Путиным по телевизору как раз когда ковид был а это же легочные дела и он там очень откровенно говорил так вот этот человек очень нас поддержал почему потому что это же полно разных этих самых профессиональных заболеваний начиная с актеров но есть и много других да так вот он очень поддержал нас и все это шло и вдруг наша городская власть связалась с нашей этой институтской да мы были естественно единственным инновационным проектом от всего института был приказ по которому по институту мы каждый из нас получил какие-то там как бы посты и чего-то еще вот и ответственность естественно так вот дальше вдруг мы выясняем вернее вызвали на самом деле меня и мне дают не буду говорить кто говорил и что дают бумагу в которой написано я не могу слова прочитать по поводу нашего проекта решение какое-то нашей дирекции и городской власти руководил этим прох он вдруг потом я разобрался что это за слово написано приостановить понимаете это в чем как бы сказать изуверство чтобы закрыть надо найти причины в связи с тем-то 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 и тем-то тем-то закрыть но тогда надо это вот эти аргументы иметь аргументов тогда они придумали приостановить это в 2003 году этот проект приостановили и до сих пор его не восстановили потом ну а мы уже туда вошли вот во все эти структуры нам сказали просто на следующий год и не только наш вопрос самый дорогой да как я говорил все эти инновационные проекты были остановлены а деньги они пустили на благоустройство города что такое благоустройство города это когда ваши карманные фирмы латают дыры ну мы все знаем что-то делать ну как это кажется счете бордюрные камни ставят и так далее мы это по москве знаем но это у нас тоже все они просто это был по размеру практически второй бюджет города вот так тихо и просто приостановить изумерство молодцы мастера ну а я скажу так что дирекцию я и нас не защищу и вот я здесь пишу вот здесь в этой статье еще раз про меня свою часть это в каком двадцатом году как раз когда у нас вот в июне вот такой прибор если бы он был это было бы ранняя диагностика и ковида сразу там я не могу я не специалист по медицинской части но там это все видно сразу потому что поляризованные газы доходят до самых потаенных уголков наших легких и там где начинается какая-то такая вот ну как бы сказать нарушение биологические нарушения это сразу видно становится и вот эта штука она не прошла закрыли но зато делали эти как тротуары ну где денег хватило это вот другая часть но она тоже видите у нас даже инновационный это единственный инновационный проект в институте был тоже успешно загубленный в 2003 году это тоже вот 2002 год в 2003 году закрыли они проект и в 2003 году у нас начинается очень интенсивная и плодотворная хорошая работа в Германии так получилось что в Германии были поляризационные эксперименты на ускорителе в Майнце и в Бонне но одна поляризованная мишень и они там примерно сто километров между этими университетами и ускорителем будем там они возили одну и тоже мишель пусть вот сейчас сеанс здесь вот пучковый она здесь стоит как только кончится они везут ее в другую вот так возили возили ну в общем надорвались и Майнце там денег достаточно на тот момент сейчас кстати стало хуже решил сделать себе поляризонную мишень но у них не было такой возможности и вот там были наши люди из Москвы наши хорошие знакомые и они немцам сделали такое как бы сказать наводку предложение то есть такая команда в Дубне которая может вам помочь вам ими надо связаться и вот руководитель эксперимента в Майнце который стал ну практически моим другом Томас Андреас он написал мне письмо я ему в ответ так вот мы списывались и потом он приехал ну вот в 2003 году он приехал на нашу то что называется у нас балзинская осень конференция и мы с ним встретились как это было он сделал свой доклад я сел у него за спиной сказал мое имя Усов есть ли у вас время со мной поговорить он повернул сказал имидит ли мы встали и вышли все пошли на этот вот у гостиницы вы знаете у нашей дубна есть такое вот волны кафе такое мы там сели взяли пиво по-мужски и обо всем договорились и вот пошло кончилось с тем что мы заключили я даже не буду вам говорить как было хотя может быть это тоже интересно в том же году была вот такая конференция вот как это это на самом деле это знаете что это конференция такая по нашей специальности на поляризованные пучки поляризованные мишени и поляриметры вот это тут узкие специалисты но мировые раз в два года собираются и вот была такая конференция в Германии и этот Андреас там был я доклад там делал он делал доклад но это тоже все не важно важно другое когда мы стали пить кофе в одном из перерывов там всегда бывает ко мне подошел американец тоже из Сибаффер на тот момент и сделал мне предложение не можете ли вы сделать для нас поляризованную мишень у нас вот есть деньги у нас есть то у нас это я ему сказал you are late то есть вы опоздали мы уже связаны обязательствами в Германии это когда мы с Андреасом уже пришли к его директору директору всего института он сказал юра отказал американцам в нашу пользу вы представляете а в любой нации существуют вот эти национальные штучки это что-то стоит но американцы наоборот они считают если они делают предложение это некуда это самое вот это было вот ну и вот мы с ними работаем мы там в каком в третьем году в декабре 2003 года мы подписали контракт ну так более-менее на 300 тысяч евро они подписали я его привез сюда когда я пришел к Владимиру Георгиевичу Кадышевскому вот дал ему он посмотрел говорит а можно мне посмотреть за что такие большие деньги вам платят ну а я к сожалению мгновенно реагирую это мое плохое качество я сказал Владимир Георгиевич вы даже обязаны посмотреть прежде чем подписать ему понравилось он посмотрел ну и в результате мы привезли туда установку там до какого там до семнадцатого года было столько сделано экспериментов фактически вот когда Андреас сделал доклад на нескольких вот таких или спиновских конференций было между специалистами признано что это лучшая установка этого класса в мире понимаете все это так ну и что потом вот возникла проблема той мишени которую возили возили они ее довозили они ее угробили какого-то тоже третьего года команда в Бонне а в Бонне была своя команда поляризованных мишеней там 4-5 человек но это настолько высокооплачиваемые люди вы не представляете и вам лучше не знать вот эти люди работали тоже примерно с 2003 года и где-то там когда это там семнадцатом восемнадцатом году может даже девятнадцатом физики которым нужна эта мишень и которые вот с этого третьего года не было сеансов то есть не было физической информации которую можно обрабатывать публиковать они тоже обратились к нам и получилось так что мы попали в нехорошую ситуацию мы как бы являемся конкурентами той их домашней команды но вот это я могу вам показать это уже можно показать это сейчас есть вот вот пожалуйста это наши люди наша команда вот 4 человека вот с тем криостатом который мы сделали для бонна вот сейчас завершается работа вот видите ковид плюс вот это то что сейчас происходит еще не запущен но это дело сделано вот этот криостатик вот он видите какой я это просто люблю это все деликатное красивое вот вот такие дела это сейчас застыло но к сожалению и это не все вот я вам уже говорил что есть сверхпроводящий ускоритель в майнце он называется мезо он ускоритель который дает поляризованные электроны что же тут такого а тут самая главная задача что этот пучок поляризованных электронов надо онлайн постоянно измерять его поляризацию и данные по поляризации пучка должны идти в учет набора данных то есть на каждый момент какая была поляризация она немножко плавает так вот без такого устройства как полириметр там ускоритель этот будет никому не нужен неинтересный поэтому им нужен поляризован но прекрасно но дело в том что основная часть этого полириметра это рефрижератор оставление 3 или 4 и к нам обратились эти люди грубо говоря руководитель гельгольдс института и руководитель этого ускорителя ну и что я от них 6 лет выскальзывал они давно это хотели но так как у нас как-то закончились одни дела и другие я согласился и вот мы сейчас этим занимаемся да и это серьезный проект очень серьезный там даже многие говорят что там по физическим результатам тянет на нобелевскую премию знаете в физике они немножко у них головокружение бывает тем не менее это очень серьезная работа правда здесь мы связаны не только криогеникой с нами опять работают люди из ЛФВР которые как раз занимаются полириметрами для вот ники и для нуклатрона так что вот это как бы сказать совсем такое свежее и сейчас эти дела идут но они притормозились конечно но они идут мы все равно даже не получаем деньги мы работаем и они это знают я могу сказать следующее что если будет какое-то прослабление вот именно те кто очень нужен там не важно не только мы и другие есть наверное они первые кто восстановит эти все взаимоотношения без всяких ну а вот про то ту мишень которая вот из штатов из термилаба привезли вот сейчас вот буквально сейчас организуется проект поиск по модернизации аппаратуры мишени всего-всего для полиализационных экспериментов на нуклатроне и это очень очень хорошо фактически многие люди вот из церна возвращаются и будут здесь работать это же квалифицированные люди когда они возвращаются немножко не по своей воле но это тоже не важно главное что уровень физических исследований здесь может быть очень очень хороший вот то что я бы так сказал главное там есть и не главное потому что понимаете я вот в этих самых тоже пишу вот этот опыт работы и вот все эти мои там эти предложения по реконструкции еще чего-то вот я уже говорил вот что существует на мой взгляд недостаточно правильная точка зрения потому что рассматривается только уровень физической программы какой-нибудь работы куда вот атлас смс там или еще что-то это правильно но необходимо рассматривать и другую часть ваше место в этом проекте если оно близкое к нулю это не ваш проект так вот у нас все наши проекты в которых мы участвуем мы участвуем только там где без нас не может произойти это есть известное выражение флёрова юрий николаевич когда-то ну ясно что ляр это не выездная лаборатория такая тем не менее он когда-то сказал я не берусь сказать что это буквально точно но он сказал так можно участвовать и в выездных экспериментах где угодно но только в том случае если этот эксперимент без вас проведен быть не может а это же это абсолютно правильно потому что если коллаборанты ваши понимают что без вас этот эксперимент не может быть проведен у вас взаимоотношения совсем другие не потребительские где вы там где-то на подхвате вы естественный серьезный партнер вот так года два назад нет два с половиной я получил неожиданно приглашение в государственную думу как потом выяснилось я получил единственный из ой-яй да подразумевалась работа над новым проектом закона о науке было одно предложение потом другое и каждый раз срывалась и на третье на третье это состоялось я поехал в эту государственную думу там было примерно 200-250 человек в отдельном зале я сразу посмотрел 4-5 камер со всех сторон нас как бы сказать снимали какие-то люди это это сейчас скажу это примерно те вице-губернаторы по культуре и науке это директора крупнейших институтов даже была женщина я не помню ее фамилия она была министром науки россии и была полномочный представитель россии воиере я ее просто видел тут и она была вот такого сорта и я там был как бы ну практически случайный человек до сих пор не знаю когда я приехал на нашем НТС Ляповским сказал уважаемые коллеги есть две недели чтобы дать предложение в этот закон какие хотите статьи чтоб там присутствовали давайте мне ваши предложения и я их буду пересылать туда никто не дал никаких предложений кроме Мешкова Мешков мне переслал один пункт который предложение которое они обсуждали в Академии наук до того я его переработал взял на себя смелость переработать предложение Академии наук прислал ему ему понравилось я его послал и свое предложение у меня и было и свое предложение я получил ответ из вот этого оргкомитета там есть женщина такая неважно главный секретарь этого всего которая сказал Юрий Андреевич спасибо ваши предложения получили и по моему до сих пор этот закон о науке не утвержден вот такие дела даже это я честно говоря вот это уже касается лично меня они но где-то видимо это как-то прозвучал да в нашем интересе меня строго спросили а ты-то как туда попал но действительно вызывает удивление потому что у нас есть много вице-директоров да директоров кого только нету да вот я сказал я попал официально по приглашению но почему я получил это предложение я до сих пор удивлюсь вот это хотел вам сказать отдельно но это правда чистая правда книги сейчас у меня есть библиотека я книги люблю я очень люблю люблю театр очень вот но грубо говоря я советский перворазрядник по двум видам спорта по футболу и волейболу я долгие годы был капитаном ляповской этой команды нашей членом сборной ой-яй то есть спорт был довольно довольно и на хорошем уровне вот ну примерно два года назад я кончил играть здесь здесь вот играют на нашем стадионе люди даже сделали такую площадку для футбола с искусственным покрытием ее долго не было мы играли практически на камнях на таком открытом грунте это страшное дело сколько не просили ничего не было потом вдруг как тронулся вот это это кстати произошло при матвееве я могу сказать про Матвеева тут удивительная вещь была наш стадион не все это знают ой-ей вот этот хотели передать городу и так это все готовилось и даже товарищ Прох сказал ну вот мы с Алексеем Нарайовичем уже практически договорились но вот его не стало вот это а Матвеев решил вот повременить разобраться так вот Матвеев разобрался и не отдал этот стадион городу потому что если бы он отдал там могло быть все что угодно вплоть до станции тех обслуживания автомобиля например никакого спорта а тут потихоньку стал ремонт быть и вот вот это я вижу и я например благодарен даже я успел немножко на этом прекрасном искусственном газоне поиграть ну вот я спорту много отдал я играл за институт на первенство Ленинграда вот когда холодильный ну там не то слово я все эти институты в том числе где и Чубайс финансово этот институт учился и все остальные везде был даже ЛГУ так что тут это да я спорт любил ну не буду говорить что я люблю например рыбу ловить руками я без шуток руками вот как у Чехова да и вот Борис Степанович Негода был страстный охотник но он больше браконьер но страстный охотник он вот у него был случай сейчас скажу он даже вошел в какую-то его биографию он на московском море провалился под лед мокрый я у него машины не было у него был какой-то там мотороллер буквально он на него сел и вот вы представьте на ветру это же у вас получается он доехал на другой день он пришел в галстуке в это самое в чистой рубашке все и рассказал это все ну что я ему сказал я ему сказал Борис Степанович вот приличный человек на вашем месте но хотя бы поболел немножко а у вас этого нет оно когда я ему рассказал я говорю а что вы ловите вы ловите рыбу нечестно вы в комфортных условиях и ее обманываете а я с рыбой честно я ныряю и ловлю ее в условиях рыбы под водой он говорит да но ты хорош это тоже это вот из того что я очень люблю это это так я могу сказать главное на самом деле это понять себя что вам нужно только если вы будете заниматься тем что вам нужно интересно все остальное будет прикладывать и наоборот если вы будете бороться против себя там заставлять себя заниматься тем неинтересно говорить что это вот нужно это тоже не будет потому что это как вот я всегда привожу пример молодым людям я говорю всегда женщину выбирают как то по ее параметрам не важно красота там характер там все но на самом деле человек должен понять какая ему нужна женщина с этого надо начать все остальное уже вторично женщин как вот тело тесов да не буду цитировать вот это тоже так и здесь я бы советовал молодым людям молодым специалистам разобраться в себе что вас устраивает чтобы не бороться с собой всю жизнь и потом как то ну считать что вы жизнь как то не так прожили минимум да вот что вам самому интересно я бы сказал натуральный интерес вот мне это интересно было хоть и вот эти 49 лет но это все какое то такое вот совсем интересно я же говорю я вот все эти вот эти бочки я их просто люблю вот они видите они выглядят есть а вот тоже есть такая интересная как бы сказать параметр сколько стоит килограмм вот этого ну говорят в самолете килограмм стоит столько то компьютера килограмм стоит столько то вот здесь килограмм стоит очень много гроба говоря 300 тысяч вот евро примерно 100 килограмм этого креста понимаете вот и все это значит каждый килограмм сколько стоит 3000 евро вы посмотрите на любой компьютер вот вот планшет планшет или ноутбук даже apple это будет дешево то есть это очень ценится потому что это грубо говоря ручной труд и очень-очень такой а вот вот это мишель вот которая приехала из соединенных штатов вот и из этого из термилаба и вторая часть из сокля да я вам совсем не сказал у нас тут уже была еще работа и в сокле даже страшно нас трое человек туда ездили от криогенщиков и трое примерно от физиков вот этот олигарх он работал в сокле он руководил экспериментом nn interaction и мы туда вот примерно три года ездили работали вы не представляете вот как я вам говорил мы получали тогда вот я получал восемь долларов в месяц как замначальник отдела а там мы получали примерно сорок с чем-то долларов в день ну правда получали вот эти во французских франках ну потом их меняли вот что это такое ну и вот в заключении хотел бы сказать несколько несколько слов чтобы подвести итог тому что уже было сказано удивительным образом в нашей лаборатории появилось такое кориогенное подразделение не просто кориогенное подразделение а подразделение которое ну занимается сверх низкими температурами то есть на самом передовом фронте вот сотрудников которые занимаются получением низких температур все это конечно было обусловлено востребованностью таких работ та физика которая называется физикой исследования поляризационных эффектов или иногда называют это спиновая физика она и подгоняла эти наши работы как вы видите после первой мишени буквально через два года была создана и вторая конечно сейчас там такие темпы и не снятся но тогда это было именно так конечно сейчас много разговоров какая часть физики более интересно востребовано является ну как бы сказать на самых передовых рубежах исследований я могу сказать про ту физику которой мы занимаемся процитировать одного человека элиот лидер он сказал в переводе следующее спин в экспериментах убил больше чего теорий чем любой другой физический параметр я могу сказать еще то что долгое время у нас была опора на совсем ограниченный коллектив вы уже видели сколько всего сделано многие даже не могут поверить сделано причем в разных концах не только нашей страны но и за границей так вот нам удалось в последние 4-5 лет принять свой коллектив и уже эти люди поднялись четырех человек причем они разные двое человек это выпускники мы чистые креогенщики один человек физик тоже молодой и один человек он ну грубо говоря золотые руки занимается станочными работами слесарными но у нас есть даже аргонно-дуговая своя сварка таким образом в каком-то смысле то поколение которое ну и я в том числе мы будем уходить мы готовим смену этому этой работе которая действительно востребована и было бы просто плохо если бы это упало и не поднялось ну и последнее что хочется сказать вот мы много сказали что было сделано но вот сейчас к тем делам которые мы делаем и продолжаем делать есть еще два очень важных проекта которые совершенно свежие первый это в Майнце вот я уже говорил в Майнце есть такой проект сверхпроводящего ускорителя поляризованных электронов так вот для них нужен поляриметр и мы взялись за эту работу и хотя рефрижератор растворения мощный рефрижератор растворения для такого поляриметра это есть основная часть там есть серьезная физика поляриметрическая участвовать в которой согласились те люди которые занимаются в ЛВР в ЛВР вернее по нынешнему этими же проблемами я думаю в целом мы составим ту команду которая во многом сможет довести эту работу до конца и совсем свежая задача это готовится сейчас он еще не представлен новый проект поляризованных исследований на нуклатроне и там будет я думаю будет много участвовать людей которые до этого участвовали в таком бессмертном эксперименте компас в ЦЕРНе так вот сейчас видимо ЦЕРН будет я не знаю насколько долго но будет освобождаться от сотрудников из России эти сотрудники смогут работать на нуклатроне и применить те знания которые они приобрели в ЦЕРНе в новых условиях я думаю это тоже может быть очень хорошая физическая задача ну на этом я хотел бы закончить потому что есть много другого но думаю этому не наступило еще время спасибо 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 и